Добро пожаловать на YouTube Лана Би с ежемесячным анализом биткоин-графиков. Первый график — это график Stock-to-Flow, где особо ничего не поменялось, потому что биткоин закрылся в этом месяце на 42 тысячах, что соответствует предыдущему месяцу. Поэтому мы немного ниже линии Stock-to-Flow, которая находится между 50 и 60к, поэтому это все еще имеет запас сверху в 20, 30, 40%. Для того, чтобы достичь эту линию. И на это у нас с вами есть еще три месяца, ведь халвинг в апреле, а в моей модели апрель является месяцем ноль. Последняя синяя точка, так что у нас есть еще три синие точки. Поэтому, что ж, давайте сохранять надежду, что мы придем к этой линии, которую я, по крайней мере, ожидаю достигнуть. Это то, что было последние три раза. Следующий график — RSI. Здесь аналогичная история. Особо ничего не поменялось. RSI находится на уровне 62, как и в прошлом месяце. И опять же, у нас еще есть три синие точки в запасе. И если мы посмотрим на историю, на последние три точки перед халвингом, которые мы наблюдали здесь, в 2020-м, с большим проливом. Кстати, многие, которые ссылаются на него, говорят, что «Окей, у нас будет большой пролив перед халвингом». Что ж, вовсе не обязательно. Совсем не обязательно, потому что этот пролив был связан с ковидом. При этом я не говорю, что у нас не может повториться аналогичного ковида в последующие три месяца. Но все же это было крупное, мировое событие, которое повлияло на все крупнейшие рынки и, конечно же, сам биткоин. Но все же шансы того, что это произойдет до апреля, не такие уж и большие. Поэтому, если мы с вами посмотрим на 2016-й, последние три точки были только лишь выше, выше и выше. И если мы посмотрим с вами на 2012-й, то да, у нас были синие точки в диапазоне между 65-70, что, по крайней мере, немногим выше, чем то, где мы находимся сегодня. Но да, один пролив здесь, не знаю, почему он образовался. Попробуйте, разберитесь сами, я не знаю. В общем, возможно, все что угодно. Но не забывайте, я думаю, что это важно, что это выше 50. RSI выше 50, и все больше 50, что означает аптренд. Поэтому мы по-прежнему находимся в аптренде. А это значит, что последующие три месяца в направлении к халвингу, в общем, должны быть направлены вверх. Для обеспечения этого тренда. Не думаю, что мы провалимся нише 50 в индексе RSI, так что мы сохранимся в зоне аптренда. И шансы сохраняются высокими, того, что мы будем продолжаться карабкаться медленно вверх. Так что, да, что здесь еще добавить? Данная картина соответствует модели сток-то-флоу. Диапазон он между 50 и 60к, если мы подрастем вверх отсюда. И время покажет. Переходим к третьему графику. Скользящие средние, 200-недельные скользящие средние. И данные скользящие средние находятся на уровне 31 тысяча. Биткоин на 42, то есть больше, чем 200-недельные скользящие средние. И он расходится. Биткоин расходится с 200-недельным скользящим средним. Поэтому, с моей точки зрения, и тем более, если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, когда биткоин расходится от линии скользящей средние, что является и здесь, то не падает ниже этой линии. Так что это может значить, конечно же, не гарантировать, а просто значить. Это также совпадает с моим мнением, что мы не упадем ниже 41 тысячи. Снова. Сейчас это выступает как бы полом. Хорошая новость в том, что данный пол растет. Ведь, как вы можете видеть сами, 200-недельное скользящее среднее всегда растет, оно всегда поднимается. Поэтому в следующем месяце оно не будет равно 31. Оно может стать 32 или даже 35. Потому что мы при этом также с вами наблюдаем, что оно растет быстрее. Оно загибается вверх. Поэтому иногда, во время медвежьих рынков, скользящее среднее загибается вверх, как здесь, а иногда, с наступлением медвежьего рынка, она загибается вниз. И прямо сейчас рост становится все быстрее и быстрее. Что является очень интересным, потому что это значит, что пол также растет. И... Это интересное событие, за которым интересно наблюдать. Следующий график. Биткоины в прибыли. 90% из всех существующих биткоинов, 90% оранжевого в прибыли. Это самое большое закрытие месяца с октября 2021-го. Исторического максимума в 61-го, то есть это наивысший процент в прибыли с этого исторического максимума. Только отклонение в 2021-м здесь было в убытке, а все остальное в прибыли. И синее мы можем получить только после того, когда будет красное. Синее за красным, здесь также синее за красным, и аналогично было и здесь. У нас было красное, потом синее. У нас пока еще не было красного, поэтому я не ожидаю возврата синего. Но нужно красное. А также после оранжевого, после 90%, всегда идет 100%. Всегда исторический максимум. И это значит, что мы наблюдаем новый исторический максимум перед очередным падением. Я так думаю. И обычно это происходит через 6 месяцев после халвинга. То есть это будет октябрьское время этого года, когда мы можем увидеть новый исторический максимум. Очень интересно. Следующий график. Реализованная цена биткоина. Короче, реализованная цена биткоина на 23 тысячи больше, чем и прошлый месяц. Двухлетняя реализованная цена 32 тысячи. А пятимесячная реализованная цена 40 тысяч. А биткоин, конечно же, стоит 42 тысячи долларов. Так что все эти реализованные цены растут, а биткоин больше, чем они. И это очень бычий сигнал, который мы наблюдаем в начале каждого бычьего рынка. Когда биткоин находится выше этих низин реализованных цен, они растут, а биткоин все же выше. Иногда он касается эти пятерочки, эти провалы, эти маленькие спады, эти крахи во время бычьих рынков. Мы видим, когда биткоин возвращается к этому пятимесячному уровню реализованных цен. И что ж, мы знаем, что в настоящий момент это на уровне 40 тысяч. То есть, это может значить, конечно же, никакие гарантии, но это может значить, что биткоин не пойдет ниже 40 тысяч. Никогда. Следующий график. Реализованы доходы биткоина. В общем, это монетки, которые мы продали в прошлом месяце, в январе. Они продались в прибыль примерно в 24%, поэтому зеленые. И это четвертый месяц подряд, когда монетки продаются в прибыль между 20% и 30%. И в общем, народ продает, получая прибыли, не фиксируя убытки, которые были бы синими. Нет, они их продают в прибыль, и это сигнал того, что бычий рынок уже на подходе. Тот самый бычий рынок, которого мы сейчас все ждем, где мы ожидаем увидеть реализованные доходы на уровне 40-60%. Так что мы пока туда не дошли, но мы туда придем. Следующий график. Рыночные циклы. Мы пока находимся все еще в зоне накопления. Особо пока ничего не поменялось, и мы надеемся вскоре увидеть красные точки. В настоящий момент это самый часто задаваемый мне вопрос на Твиттере. Когда же будут красные точки? я не знаю, но когда они появятся, я увижу. Да. Обычно это происходит после Халвинга, как здесь. И здесь, и здесь. Это всегда происходит после Халвинга. и буквально перед историческим максимумом. Так что последний исторический максимум, конечно же, 61. Красная цена закрытия. Не 69 в течение дня, это 61 в течение месяца. Закрытие октября было на уровне 61. Так что да, с Халвингом я бы, я бы, я бы, я бы, в общем-то ожидал увидеть красную точку в диапазоне от 3 до 6 месяцев отсюда. То есть с апреля и до июля. В этом диапазоне. Вот так. Ребятки, вы знаете сами, что нужно сделать. И увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров Корректор А.Егорова